Более 500 миллионов долларов, то есть больше полумиллиарда баксов в день, Россия тратит на войну против Украины. Это примерно годовой бюджет Саратова. А сколько школ и больниц можно было бы возвести в какой-нибудь Тюмени за эти деньги? Но вместо того, чтобы строить в своей стране, Путин разрушает в чужой. Ладно бы бункерный делал это за свой счет, например, продал бы куда-нибудь в Эритрию немного позолот и со стен одного из своих дворцов. Но нет. Платить за войну против Украины должны простые россияне из собственных полупустых карманов. Причем идут эти деньги даже не на то, чтобы обеспечить голых и босых российских чмобиков, а на откровенный терроризм, массированные обстрелы мирных городов Украины. 15 октября Россия выпустила по украинским жилым домам и объектам критической инфраструктуры около 100 ракет. Сумма этого психоза Путина из-за поражения Росармии в украинском Херсоне обошлась россиянам почти в миллиард долларов, точнее в 900 миллионов. Эксперты объясняют, выдержать такую колоссальную нагрузку бюджет России не способен. В действительности заплатил российский налогоплательщик. Смотрите, это же не первый случай. Это только мы взяли конкретно 100 ракет, грубо, 100 ракет взяли, одноразово, которые они тогда выпустили в Украине. Там разная цена ракет, там есть от 12 до 6 миллионов долларов каждая. Иранские дроны стоят дешевле, но в целом, если все посчитать лучше, да, действительно получается где-то на уровне 900 миллионов долларов. Тут же нужно понимать еще одно, что хотя 100 ракет это был абсолютный рекорд, а до этого же было у нас и 60 ракет, помните, и 80. То есть в среднем подобные выпуски стоят Российской Федерации где-то от 500 до 800 миллионов долларов. И вообще в среднем по расчетам экономистов, в том числе и российских, каждый день войны обходится российскому бюджету ежедневно в 500-600 миллионов долларов. Это без учета вот этих вот сумм, которые идут разово при обстрелах. Естественно, что это все покрывается из государственного бюджета, потому что восстановить, воссоздать те же самые калибры или те же самые, я не знаю, весь тот набор, который они сюда отправляют, это серьезные затраты. Ведущие экономисты подчеркивают, затраты на полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины, в госбюджет РФ на 2022-й даже не закладывали. Мы же помним, что Путин и его прихвостни грозились взять Киев за 2-3 дня и думали, что отделаются максимум недельным хлебосольным блицкригом. Но так называемое СВО пошла не по плану, и война затянулась на долгие месяцы, огромные затраты на которую вырастут как минимум на 40% уже с января 2023 года, предупреждают эксперты. Бюджет 2022 года Российская Федерация сформировала с профицитом. То есть предполагалось, что объем полученных доходов от продажи энергоносителей, от продажи нефти, от продажи руды будет выше, чем предполагаемые расходы. Разница планировалась, должна была быть направлена в фонд национального развития. Тотальное сопротивление российскому вторжению, которое уже 9 месяцев к ряду ежеминутно демонстрирует Украина, войдет в мировую историю не только как пример небывалой отваги, мужества и самоотверженности украинского народа, но и как пример слаженной военной тактики и стратегии. Решительные и подчас героические действия ВСУ при абсолютной поддержке гражданского населения полностью спутали карты мамкиным воякам в Кремле. В результате уже через три месяца после начала полномасштабной войны стало очевидно. Военный бюджет России вполне соответствует уровню подготовки российской армии, то есть стремится к нулю. В мае месяце этого года объем профицита уже составлял ноль. То есть затраты на войну перекрыли все предполагаемые доходы, которые должны были быть аккумулированы в фонде. И к сентябрю месяцу Российская Федерация четко вышла на дефицит в размере одного процента от ВВП. При этом колоссальные суммы, которые по данным экспертов Россия тратит на войну против Украины, прямо пропорциональны так называемым успехам Росармии на фронте. Продемонстрировав полную военную импотенцию на поле боя в Минобороны РФ, решили пробить очередное дно. И опустились на уровень террористов. Хотя подождите, почему опустились, если Россия и терроризм – это слова-синонимы? Я могу принять эту цифру 400-600 миллионов долларов в день, но один только залп ракет стоит примерно тех же денег. Если оценивать эффективность этого залпа ракет примерно в 25-30%, соответственно, можно делать выводы, насколько Россия эффективно тратит свои средства. Опять же, сюда мы не добавляем эффективность затраты средств, потому что они идут на восстановление старой техники, эффективность затраты средств на переброски контингентов. Колоссальные средства идут на то, чтобы попытаться восстановить боеспособность частей, даже вернуть раненых в строй. Нужно понимать, что то количество раненых, которое мы создаем для них, то количество раненых, оно как бы с трудом возвращается, и это тоже колоссальные затраты. Затратность высокая, а результат – результат никакой. Ну, если, конечно, не оценивать как результат – это нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины, но это не о войне, это о терроризме. Объявленная Путиным 21 сентября мобилизация только усугубила ситуацию. Денег в российском бюджете нет даже на ржавые советские автоматы 70-х годов прошлого века и поношенную форму для очмобиков. Россия не воюет российским оружием, его нет в природе российского. Есть советское оружие, которое находилось на базах и складах теперь уже российской армии, и насколько эффективно Россия может восстанавливать это оружие, настолько эффективно она сможет и воевать. Латая ржавые советские танки, Путин и его прихвостни продолжают дурить простой русский люд. Кремлевские пропагандисты изо всех сил пудрят мозги российским телезрителям. Маскируют поплывшее от мощных оплюх ВСУ лицо, так называемой второй армии мира, рассказами о том, мол, вот-вот победим, а пока надо потерпеть. Затянуть пояса потуже. А куда потуже, если от голода живот к хребту прилип. Правда, для бесхребетных это не проблема. Тем временем Путин отчаянно ищет чем бы заштопать дырявый госбюджет России. В октябре месяце, для того, чтобы каким-то образом исправить ситуацию, они одноразово взяли очень большой платеж у Траво-Газпрома. И в октябре месяце, вот, локально, они вышли в профицит. И на всех средствах массовой информации сказали, посмотрите, как все хорошо. У нас вот профицит, но нужно понимать четко. Это было одноразовое мероприятие. И сегодня ситуация с бюджетом Российской Федерации такова, что у них резко увеличивается дефицит, который нужно чем-то покрывать. Поэтому в Кремле, где лучше всего умеют доить российских граждан, решили в этой, казалось бы, безвыходной ситуации воспользоваться любимым токсичным инструментом. В России выпустили облигации внутреннего государственного займа, которые, по сути, являются просто очередной удавкой для российских граждан. Принцип «стар как мир», вернее, как совок. Именно массовые внутренние займы у населения являлись в Советском Союзе одним из основных источников пополнения государственного бюджета. Грубо говоря, это был сбор денег с граждан без каких-либо гарантий со стороны государства. В Кремле опять решили, зачем россиянам хлеб, если их можно досыто накормить обещаниями, которые, как из рога изобилия, льются из экранов Раша ТВ. Тем более, что мировая экономика больше не желает принимать в качестве платежей кровавые российские рубли. С августа месяца Российская Федерация объявила о дефолте по внешним заимствованиям. В Российской Федерации заблокировали 350 миллиардов долларов валютных резервов. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки забрало у Министерства финансов Российской Федерации право проводить счеты в американских долларах. Поэтому все долги, которые на сегодняшний момент есть внешние, россияне предложили погасить в кублях. Естественно, кредиторы сказали, они пошли бы в леса. И Россия вынуждена была объявить дефолт. Но объявлением дефолтом по внешним обязательствам вопрос о погашении дефицита не снимается. То есть нужно где-то искать средства заимствования. И вот Российская Федерация пошла на внутренний рынок. Еще раз напоминаю, что согласно бюджету она имела право в четвертом квартале заимствовать 150 миллиардов. Министерство финансов Российской Федерации сделало уже два выхода на внутренний рынок. На прошлой неделе и на этой. На прошлой неделе было заимствовано 170 миллиардов. И на этой неделе 170 миллиардов. С планированием в Кремле очевидно не сложилось совсем. Ведь Россия только за четвертый квартал 2022 года запланировала на военные нужды 150 миллиардов рублей. А потратила уже в два раза больше. Какие уж тут социальные выплаты, если в казне не могут наскрести на бессмысленную войну против Украины и здравого смысла? Максимальный лимит, определенный в государственном бюджете Российской Федерации на подобные заимствования, превышен в два с половиной раза. Объяснение этому очень простое. Нет денег. Нет денег на социальные программы. И самое важное, нет денег на ведение войны. На сегодняшний момент серьезно задерживаются выплаты российским военнослужащим контрактникам, согласно взятых на себя государственным условием. Поэтому они решили вот таким образом закрыть эту проблематику. Изначально российским контрактникам пообещали зарплату около 200 тысяч рублей в месяц за убийство мирных украинских граждан. Суточные расходы на Росармию составляют около 20 миллионов долларов в день. Вот только в последнее время контрактникам в регионах местные власти предлагают не реальные деньги, а какие-то непонятные альтернативы. Вроде списание долгов за неуплату коммунальных услуг. Это указывает на то, что обещанные сотни тысяч рублей своим покалеченным воякам в Кремле даже не собирались платить. Возможно, тут речь идет, мы можем это допустить о том, чтобы переложить часть тягот вот этих выплат на местные бюджеты, а местные бюджеты уже изворачиваются как могут, то есть попытки как бы минимизировать прямой удар по ним. Вероятно, речь идет о таких малоприбыльных регионах или депрессивных регионах, где такие вещи и так априори происходят, потому что, знаете, этот регион, если он больше 50% сидит на дотациях, то какая разница, из какого кармана в какой карман перекладывать эти деньги. А здесь вопрос стоит о том, чтобы снять именно социальную напряженность, то есть показать этим несчастным людям, насколько о них заботится в кавычках государство, конечно. Надо ли напоминать, что при всем этом те самые россияне, которые платят за дорогущие игры бункерного дедов-солдатиков, сами живут за чертой бедности? Половина населенных пунктов Российской Федерации, особенно в глубинке, не газифицированы. Это в той стране, которая является крупнейшим добытчиком природного газа. Очень много семей России в Российской Федерации, особенно в глубинке, топят дровами. 21 век. В сегодняшний момент очень много коммунальных сетей, очень много старого жилого фонда требует существенных вложений средств. Но деньги тратятся на войну. Об уровне жизни в отдаленных от Москвы регионах красноречиво говорят свидетельства украинских очевидцев, переживших российскую оккупацию. Например, украинцы с удивлением узнали, что многие российские солдаты принимали роботы-пылесосы за мины, а мультиварки – за сейфы. Приходил до нас один солдат русский, худе, несчастный, зониканый. Прошел до нас, заходил в комнату, а там шкаф-купе. И он открывает автоматом, говорит, ух ты, а двери берешь такие, раз, и закрылась. Ух ты, заходил на кухню. У меня автомат, это так, раз, вроде. Скажи, кот, скажи, кот, скажи, сейфа, скажи, кот, сейфа. Я не понимаю, что он хочет. А, зрозумела, говорю. Слушай, это называется мультивар. Это мультивар, как он, разумеется. Воспользоваться элементарными благами цивилизации многие россияне уже вряд ли смогут, ведь единственный источник доходов на якобы Великой России тратится на заведомо проигрышную войну. Пока россияне сосут лапу, греясь у прохладных печей в жилых избушках, а российские оккупанты выгребают на всех фронтах в Украине, кремлевская власть тратит единственный источник дохода России от продажи энергоносителей на попытки лишить украинцев интернета и света хотя бы на несколько часов. Но, по мнению экономистов, поток нефтедолларов тоже скоро иссякнет. На сегодняшний момент Россия продолжает торговать энергоносителями, но тут же ситуация какая? Тут же ситуация в том, что эмбарго-то будет с 1 декабря. Турки уже объявили о резком ужесточении правил страхования танкиров, которые будут проходить через Босфор, что очень существенно ударит по новороссийскому терминалу. Понимаете, основные страховые компании мировые – это европейские и американские, которые будут четко выдерживать требования санкций. Ни один корабль на сегодняшний момент, ни один, не выйдет из порта, если он не застал. Поэтому вся вот эта вот санкционная ситуация, она достаточно болезненна. Пока на сегодняшний момент где-то порядка 400-500 миллионов долларов ежедневно российский бюджет получает от продажи энергоносителей. При том, что он тратит уже больше сегодня на войну, мы видим через резкую активизацию внутренних заимств. Но как только будут введены санкции, кстати, и Блумберг, и достаточно известные рейтинговые агентства считают, что глубина падения российской экономики ожидается где-то приблизительно в феврале месяце следующего года, когда последствия эмбарго по-настоящему начнут сказываться на россиянах. Закупая от безысходность дроны, Путин загоняет свой народ в еще большую кабалу. Попытка Кремля пустить слух, мол, иранцы предоставляют беспилотники в обмен на какие-то тайные технологии, которыми якобы обладает Россия, беспочвенны, говорят эксперты. А значит, Россия платит за новые атаки на мирные украинские города остатками валюты, а может даже скатилась до бартерного обмена. Ракеты иранские, так называемые, это в общем-то те же самые советские технологии, которые в начале 90-х годов тем или иным способом попали в руки иранцев. Ну, в основном они были переданы россиянам. Поэтому говорить о каких-то высоких технологиях сейчас не приходится, потому что, знаете, на меня как бы вызывает сомнение, что страна, которая не может произвести самостоятельные гвозди, страна, которая самостоятельно не может изменить и шариковую ручку, замкнутую циклю сделать, может обладать какими-то действительно законченными технологиями, которыми она может поделиться со серым. Поэтому речь идет, вероятно, о каких-то валютных поступлениях, речь идет, возможно, о каких-то бартерных сделках, то есть о поставках продовольствия или какого-то оборудования, которое есть в распоряжении Российской Федерации, которое интересует Иран. Кстати, учитывая ситуацию на рынке энергоносителей, эксперты не исключают, что вчерашние друзья-иранцы, продавая одной рукой дроны России, другой успешно вытолкнут Московию с мирового рынка энергоносителей. Эмбарго имеется в виду установление максимальной цены на российскую нефть. А с 1 февраля на нефтепродукты. Поэтому февраль ожидается наиболее низкой точкой падения российской экономики, потому что основной источник поступления денег, нефтедоллар, это называется, вот, собственно, будут наиболее ограничены именно в этот период. Понимаете, тут же хитрость какая, свято место, что оно пусто не бывает. А это если у вас по той или иной причине конкурент уходит с рынка, на его место очень быстро и радостно, приходят его формальные друзья и партнеры, тот же Иран, например, да, или та же Саудовская Аравия, или этого. С огромным удовольствием они нарастят объем ежедневной добычи, для того, чтобы покрыть потребности мировой экономики. Только деньги пойдут в другом направлении. Поэтому в этой ситуации переживать, что вдруг введение ограничений на российскую нефть ударит по спировой экономике, не нужно. Мировая экономика хорошо обойдется и без российской нефти. Вот обойдется ли Россия без денег мировой экономике, не знаю. Тем временем российским гражданам традиционно предлагают потерпеть. И многие россияне привычно глотают эту пилюлю, которая их пичкают еще с советских времен, через монотонный рев зет-патриотов. Иногда прорываются одинокие голоса тех россиян, которые понимают. Все обещания Кремля – это гнилая морковка перед носом у запряженного в ярму осла. Животное покорно бежит за обещанным, а живодер отдергивает веревочку с лакомством и взамен предлагает, конечно же, еще потерпеть. Каждый год мы слышим одно и то же. Вот нужна раскачка от Владимира Владимира, еще вы понимаете, от кого. Нам нужна раскачка для того, чтобы раскачка была, а у нас времени нет. Каждый год я это слышу с 2000 года. Какая-то раскачка. Вся страна в***я. Да вы просто обведите камеру, посмотрите на эти дома. Кто в таких х***е был жить? Это брак для бомжей? Как вы представляете будущее? Наше будущее – рабство. Уже с января 2023 года в Кремле собираются тратить на войну против Украины почти половину госбюджета России. Это значит, что российским гражданам придется затянуть пояса так туго, как никогда ранее. Так называемая частичная мобилизация забила последний гвоздь в закрытый гроб российской экономики. В Министерстве обороны РФ откровенно забили болты на своих солдат и на военную стратегию и тактику. А оставшиеся в госбюджете деньги предпочитают тратить на бессмысленные обстрелы энергетической системы Украины. При этом украинцы действительно могут несколько часов провести без света. Тем временем россиянам же светит. Лишь кромешная тьма.